В Таджикистане более 30% населения не доедают. Таджикистан ввел запрет на создание исламских политических партий. В Узбекистане 17 тысяч человек лишены свободы за ислам. В странах Центральной Азии не доедают 5,6 миллиона человек. Об этом 4 декабря сообщила продовольственная и сельскохозяйственная программа ООН ФАО, представляя доклад «Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в Европе и Центральной Азии-2017», сообщает информационное агентство Фергана. Наибольшее количество недоедающих людей обнаружено в Таджикистане – 2,6 миллиона человек или более 30% населения. В Узбекистане не доедают 1,9 миллиона человек – 6,3%. В Кыргызстане – 0,4 миллиона – 6,4%. В Туркменистане – 0,3 миллиона – 5,5%. В настоящее время ситуация в регионе остается тяжелой. Показатели практически не меняются. За последние 10 лет ситуация ухудшилась в Туркменистане. Если в 2005 году к недоедающим относились 4,6% населения, то в 2016 – 5,5%. Следует заметить, что катастрофическая гуманитарная ситуация в регионе не мешает азиатским тиранам тратить огромное количество денег ради своего личного престижа и удовольствия. Так, например, в 2017 году для проведения Игр Азиады в Ашхабаде президент Туркменистана Берды Мухаммедов построил целый городок, потратив более 8 миллиардов долларов. Похожее происходит и в Таджикистане. Каждый визит Рахмона в регионы страны обходится местному бюджету в баснословные деньги, которые тратятся на организацию торжественных мероприятий в честь прибытия так называемого «лидера нации». Нижняя палата таджикского парламента Маджлиси-Намояндагон внесла поправки в закон о свободе совести и религиозных объединениях РТ и официально запретила создание в стране религиозных партий. Согласно поправкам, религиозное образование в Таджикистане можно получить только в государственных учебных заведениях, сообщил Радио Азади депутат парламента Джаббор Ахмадов 6 декабря. Еще одна поправка в закон о свободе совести и религиозных объединениях РТ предусматривает доминирующую роль государства в формировании религиозной политики в стране. Уже несколько лет назад государство взяло в свои руки функции управления религиозной сферой. В настоящее время Совет Улемов Таджикистана полностью контролируется государством. В течение последних нескольких лет режим Рахмона методично создает для народа Таджикистана новые и новые препятствия в соблюдении ислама, вводя абсурдные законы под предлогом борьбы с экстремизмом и терроризмом. Так, власти приняли решение об определении госорганами тем пятничных проповедей и об аттестации имам хатыба в мечети, а всем госслужащим запретили посещать пятничные молитвы. Кроме того, в мечетях страны установлены камеры наблюдения. Лица моложе 40 лет не имеют права совершать хач. Женщинам запрещено ношение мусульманских платков, а мужчинам моложе 50 лет запрещено носить бороду. В Узбекистане средние школы переложили ответственность по отоплению учебных заведений на учеников. Азадлик со ссылкой на жителя города Андижан сообщает, что руководство школы поручило каждому ученику принести в школу по одному мешку дров или угля, или внести взнос администрации школы в размере 20 тысяч суммов. Причем, не выполнивших данные требования учеников, учителя стыдят перед всем классом, оказывая на них психологическое давление. Местные жители сообщили журналистам, что ежемесячно каждый ученик должен приносить в школу по одному мешку дров или угля. Руководство школы говорит нам, если не сможете принести уголь или дрова, то сдайте деньги. В школе учатся трое моих детей, получается, что каждый месяц я должен относить в школу по три мешка дров или сдать 60 тысяч суммов. Если не выполню это требование, по словам моих детей, их будут унижать перед одноклассниками, говоря, твой отец не в состоянии принести в школу даже один мешок угля. Неужели местная администрация не может обратить внимание на школы? До каких пор мы будем платить за все расходы школ, жалуется один из родителей. Наблюдатели отмечают, что проблема с обеспечением школ сохраняется в Узбекистане уже на протяжении многих лет. Парадоксально, но у 40% жителей страны, которая является крупнейшим экспортером природного газа в регионе, доступ к газу отсутствует. Данная ситуация объясняется тем, что продажа природного газа собственному населению оказывается менее выгодной для властей Узбекистана по сравнению с экспортом в третьи страны. Потому они и предпочитают весь газ продавать за рубеж, лишая населения доступа к элементарным бытовым условиям. Президент Узбекистана Шавкат Мерзияев, выступая на днях на церемонии вручения государственных наград, заявил о том, что на сегодняшний день общее количество отбывающих наказаний в узбекских тюрьмах достигает 57 тысяч человек. Причем он отдельно подчеркнул, что 17 тысяч из них осуждены по религиозным мотивам. Также Мерзияев в своем выступлении косвенно признал, что очень многие лишены свободы в Узбекистане по сфабрикованным делам. Напомним, что Узбекистан является одной из лидирующих стран в мире по числу лишенных свободы по религиозным мотивам. Другая же сторона пенитенциарной системы Узбекистана, нечеловеческие условия заключения и пытки, применяемые режимом в отношении политических заключенных, до сих пор не подвергнута серьезной оценке и исследованию со стороны международных правозащитных организаций. Продолжение следует... Продолжение следует...